Итак, давайте посмотрим, каким образом Microsoft Dynamics AX позволяет контролировать наши затраты и облегчает нам жизнь в плане составления отчетов по нашим затратам. На экране вы видите домашнюю страничку нашего корпоративного менеджера, нашего продавца Nancy, которая постоянно находится в разъездах и работает с нашей системой через SharePoint портал, через корпоративный портал. Мы видим ее ролевой центр, соответственно, список ее задач, список показателей, которые она контролирует и определенные отчеты, которые ей хотелось бы видеть перед собой. В данном случае у нас произошла ситуация, когда Nancy уехала в командировку и ей необходимо после встречи с клиентом сформировать авансовый отчет по своим затратам. Что делает при этом Nancy? Она заходит в персонал и открывает модуль управления затратами. Соответственно, сразу перед собой она видит все текущие ее авансовые отчеты и их состояние на текущий момент. Но ее задача не просматривать сейчас отчеты, а сформировать отчет. Что она делает? Она создает новый отчет по расходам. В данном случае она пишет, что 27 мая она, предположим, встречалась с нашим клиентом и хотела бы создать соответствующий отчет. Система автоматически проставила аналитики, которые закреплены за Nancy, для того, чтобы включить эти затраты, затем в последующий анализ. Окей. Составляем отчет. Здесь мы видим в верхней части все ее предыдущие затраты по ее кредитной карточке, то есть все ее проводки. Но в данном случае мы хотим составить нечто новое. Мы выбираем категорию расходов и предположим, это были затраты на отель. Что требует система? Система просит нас ввести дату, когда произошло поселение в отель. Мы выбираем сегодня. И просит внести сумму. Мы потратили на отель 800 долларов. Окей. Мы подтверждаем эти данные. Что мы видим теперь? После того, как система приняла к сведению эти данные, мы видим вверху надпись, что необходимо детализировать расходы на отель, поскольку данных недостаточно. Что мы делаем? Выбираем опцию детализировать расходы. Перед нами открывается форма, в которой мы можем внести подробности нашего пребывания в этом отеле. Мы подтверждаем, что мы были здесь на текущую дату. Мы вносим, что это была одна ночь. И что плата была именно 800 долларов. Окей. Детализировали расходы, но система все равно выдала нам предупреждение о том, что данные расходы идут в разрез политики по затратам на отель на нашем предприятии, поскольку они составляют всего лишь 300 долларов. Таким образом, система позволяет нам уже на этапе формирования отчетов контролировать наши действия, наши затраты. Окей. Мы все-таки эти затраты понесли и, соответственно, должны продолжать формирование нашего авансового отчета. Чтобы все прошло по преднаписанному в системе документа обороту, настроенному нами, мы должны отправить наш отчет на согласование на утверждение нашему менеджеру. Нажимаем кнопку «Отправить» и, более того, мы можем здесь добавить определенный комментарий, если это необходимо для нашего менеджера. Нажали кнопку «Отправить» и наш отчет ушел на утверждение нашему менеджеру. Более того, в списке наших сформированных документов Нэнси может увидеть, что данный отчет, который сформирован сегодняшним числом, отправлен менеджеру на утверждение. Что делаем дальше? Дальше наш менеджер, в данном случае это Кевин, который управляет всеми корпоративными нашими продавцами. Он имеет свой ролевой интерфейс, свой рабочий стол. Соответственно, у него есть список работ, которые ему необходимо осуществить сегодня. И видим, что на рабочем столе сотрудника в области списки работ появилась задача, в которой видно, что ему необходимо утвердить затраты, которые понес его сотрудник и дата создания данного документа. Также система контролирует срок выполнения этой задачи и в случае ее невыполнения входят в действие процедуры, преднаписанные в настройках, которые мы рассмотрим далее. Что делает Кевин? Кевин открывает документ и смотрит, что ему необходимо сделать. Ему нужно утвердить расходы, но он видит, что данные расходы превышают те затраты, которые мы можем осуществить по политике нашей компании. Кевин не решается проэпрувить данные расходы и возвращает данный документ обратно Нэнси с просьбой детализировать затраты, которые она понесла. Моу детайлы. После того, как мы осуществили возврат этого документа, на нашем рабочем столе мы можем увидеть, что изменился статус нашей строки. Система нам показывает, что у нас есть документ, который сгенерирован автоматически, показывает дату и время его генерации. Также мы можем контролировать то, что данный документ ушел обратно к Нэнси. И если мы теперь откроем рабочий стол нашего корпоративного менеджера, то мы можем увидеть следующую информацию. Мы видим, что у Нэнси в области списки работ появилась строка, в которой видно, что ее запись возвращена. Соответственно, ей необходимо детализировать свои расходы. Таким образом, мы осуществили взаимодействие между двумя сотрудниками на основе документов, которыми они обмениваются между собой в своей деятельности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...